хьюстон даунтаун университет райс женя говорит что это очень большой универ по площади на это главный зал как в этом в калифорнии но похоже как в стэнфорде только здесь кирпичи какие-то новые кладу то есть он мне кажется по новей университет рица по-моему даже по-русски как кричу 3 по английски райс такие две штуки как у нас сетки башня похоже как в стэнфорде правда рядом скульптуры современное искусство это литлфрилайберри.org в америке таких много можно взять книгу и положить например свою сливные канализации в техасе гигантских размеров больше чем в вашингтоне в этом университете проходной балл 9 процентов значит только 9 процентов заявителей будут здесь учиться в предыдущие года там начиная с шестнадцатого года где-то было 15 процентов но и заявок было меньше сейчас конечно заявок увеличился соответственно проходной балл уменьшился проходной точнее акцент с рейта не проходной балл была вообще вероятность что будут торнадо но урагану тихо одно из зданий университета wellness центр там есть спортзал всякие там целая череда велосипедных дорожек всякие другие тренажеры но еще есть бассейн по открытым небом здесь можно тренироваться прыгать в воду а пола здесь наверное можно играть водное трамплин и прыгать можно да метровый трамплин или полуторный хорошо тут а мы приехали в парк он напоминает централ парк потому что такие же мягкие дорожки большой весь такой зеленый Трамвай тут рядом ездит. Хьюсон, похоже, реально большой город. Здесь живет примерно 2,7 миллиона жителей. Этот парк называется Херман парк. Это как копия Вашингтона. Там такая же стела стоит. Вот, это стела. И перед ней такое озеро. Вообще, вот это пионер Мемориал обелиск. Обелиск пионерам, которые пришли сюда. Там за ним, вон где фонтанчик, это озеро Макгаврн. А сзади вот этот бассейн, он прям так и называется. Мэри Гибс и Джесси Джонс Рефлекшн Пул. В нем отражаются здания и небо. А это пионер Мемориал, да. В честь пионеров, мужчин и женщин Хьюстона. Столько разных всяких птиц. Какие-то утки с красными носами. Вот здесь вот маленькие цыплята, мушельные цыплята. Вон там еще толпа. С этого мы видели белых гусей, которые шли прям гуськом по очереди, как в котах-аристократах. Вечерний Даунтаун. Вон там исторический парк. Ну и конечно же высоточки. Официальное прозвище Хьюстона Space City, космоград. Дано оно из-за того, что здесь находится космический центр имени Линдона Джонсона. А всего города 12 прозвищ. Например, самое старое прозвище – город Магнолий. Он его получил из-за того, что раньше на востоке города существовал район – парк Магнолий, исчезнувший в 1920-х годах из-за расширения города. Если Нью-Йорк – это большое яблоко, то Хьюстон – это большое сердце. Такое прозвище появилось после эвакуации в Хьюстон около 150 тысяч человек из Луизианы из-за урагана Катрина в 2005 году. А здание похоже на танцующие, как в Праге. Возможно, даже архитектор тот же. Новое утро 31 декабря. Пока мы в Хьюстоне, продолжаем гулять. Вот это здание, вот это вот, оно самое высокое в городе – Чейс Башня. А второе высокое – Велсварга Плаза. Короче, банкиры настроили все самых высоких зданий. Идем завтракать. Надеюсь, что он открыт. Да, надеемся, что-нибудь 31-го открыто здесь. Вот улица. Вот такие дома тут. Нам показалось, что Хьюстон очень похож. Не похож на обычный, типичный американский город. Он в какой-то такой европейском стиле, дома. Но есть намеки на Нью-Йорк. Да, оно немножко похож на Нью-Йорк. На улице начался ливень, поэтому мы сейчас зашли в торговый центр, который вылет очень большим. Он занимает, по-моему, три квартала. И из него тут можно перейти в систему тоннелей Хьюстона, которая летом спасает от жары, а зимой от дождей. ... Опускаемся в тоннель и нажали на самую очищающуюся кнопку. а мы на первом этаже что заходим в систему тоннелей макинли узенька тут одного человека все мы покидаем уровень земли распускаемся вниз это как московское метро душа там есть тоже магазины так там нет метро тут просто тоннели и вот она карта можно посмотреть где мы находимся сейчас что мы находимся вот здесь вот шопс вот так север там почему они не могут распределить карту бы нормально да а мы живем где-то здесь и вот она поближе вот так выглядит система тоннелей как будто в здании идем кафешки downtown tunnel loop там тоннель можно туда в луб зайти нет никак там пошли здесь 31 декабря но новый год мы будем встречать не пьюстоне попробуйте угадать пишите в комментариях саша назвал что это не метро а муравейник здесь наверное летом много людей ходят вот истории показываются зданий в новый торговый центр зашли вот там внизу вход выход из тоннеля мы поднялись по тоннелю и это и выходим на улицу вышли из тоннеля уж тоннель до самого нашего отеля все-таки не ведет и паром квартала все-таки нужно пройти под дождем вообще-то интересно система спасает